Всем большой привет! Вы на канале Папайси, с вами Лена Мур и сегодня у нас макияж в стиле Ренессанс. Дело в том, что я просматривала Пинтерес и увидела там вот эту фотографию. Она меня очень вдохновила и сегодня будем пытаться повторить этот. Насколько я поняла, эта фотография сделана была на показе мод у Джона Кальяна. Если я ошибаюсь, напишу. Я не сильна в дизайнерах, модельерах, показах мод и всего вот этого модного мира. Я думаю, по мне и так видно, что я не интересуюсь модой, так как сижу в таком таракотовом балаходе, но ничего. Ну что, давайте приступим к нашему Fashion My Profession макияжу. У нас, в принципе, сегодня макияж в духе больше какого-то такого арта, нежели чем последневный выход. Я думаю, это понятно. Хотя, если вы находитесь в этом свой стиль, уникальность, то это будет здорово, если вы чему-то научитесь в этом видео. Хотя, чему я могу научить кому-то? Я просто делаю макияжи, потому что мне это нравится. Начинать я буду с такого тинта от Benefit. Я буду его накладывать как подложку. Так как, я думаю, вы уже заметили, что здесь у нас одной из характерных чертой этого макияжа является насыщенный румяне. Наносить буду на обувь щечек наших. Прямо активненько. Все равно потом тональное средство там будет. Тушевое. Причем румянец нам не нужно уводить к виску. Нам нужно прямо его на щечках оставить, как такие кругляшочки. Будем все не моргушами. Обязательно на кончик носа. Это наш акцент. Ну что, время наносить тональное средство. Тональное средство мы будем наносить прямо на все лицо. На губы, на глаза, везде. В общем, нам нужно сформировать наш чистый лист бумаги. Использовать я буду Fitness 110 номер. Это самая светлая тональная основа, которая у меня есть в коллекции. Конечно, в идеале бы нужно вот прям белесый какой-нибудь тон взять, но у меня такого нет. Будем использовать этот. И наносим на наше лицо. Ну что, нанесли? Теперь будем растушевывать. И брови мы тоже тонируем, насколько это возможно. Я не стала заклеивать брови, потому что я хочу оставить текстуру бровей. Но при этом я хочу, чтобы они были светлые. Поэтому я их просто тонирую. Еще потом поверх буду проходиться, ну, либо консилер, либо базой. Потому что база все-таки поплотнее. И скорее всего, она лучше перекроет цвет бровей. Почему я стала наносить тинта до тонального средства? Ну, так как это тональное средство матирующее, оно самофиксирующееся, то, скорее всего, тинт разъезд. Тональное средство. Я сейчас хочу попробовать еще взять, у меня есть кремовый румяна, и посмотреть, будут ли кремовые румяна разъедать это тональное средство. Тон мы нанесли, давайте нанесем немного консилера и попробуем румянчики. Консилер использую от NYX и тушую. Наносить буду только под глаза, потому что это самая проблемная у меня зона. У меня там мешочки выпуклости, впуклости, в общем. Румяна буду использовать от H&M, вот такие у меня в стике, давно очень покупались. Не знаю, сейчас продаются или нет. Мне кажется, это постоянная коллекция, так что можно найти, я думаю. И добавляю румяшечек. И похоже на клоуна. Посмотрим, как он идет. И, в принципе, нормально, ничего ужасного нет. Румяна лучше брать такие ядовные, какие-нибудь румянчики, розовиную. Ой, что-то, ну-то прям... Если переборщили, можно вот с другой стороны спонжика подтушевать остатками консилера. И нормально будет. Такой у нас прям свежий румянчик. Теперь мы будем запудриваться. Я буду использовать пудру от RCMA. Пудриться буду активно. Хоть и пудра прозрачная, я надеюсь на то, что она немножечко высветит мое лицо, потому что мне нужно прям светлое лицо. Кисть возьму от ECO TOOS и запудриваю. Ну что, ребят, мое лицо немножечко стало побелее. На камере, мне кажется, лицо выглядит гораздо светлее, нежели чем в жизни. В жизни оно все-таки имеет более такой живой оттенок. У меня тут шею тоже не забываем. Холст готов. Давайте приступим к глазам. Для макияжа глаз я буду использовать вот эту допотопную двушку теней от Ariflame. Я даже представить не могу, сколько лет этой однушки, но я надеюсь, что тени еще нормальные. Вы меня спросите, Лена, почему ты выбрала эту однушку? У тебя же столько теней. А я вам скажу почему. Во всей моей коллекции теней не нашлось вот такого грязного коричневого оттенка. И тени достаточно, вот сейчас я их тушу, смотрю, они в принципе пигментированы и нормально. Почему бы им не попробовать повторить этот макияж? Все-таки на картинке, на референсе я вижу отчетливый более такой грязный цвет, нежели чем тепло-коричневый. Поэтому будем использовать его. Я возьму кисточку от Сойвы, 231 номер, набираю вот этот темный оттенок и буду формировать наш рисунок теней. Здесь тени прям уводятся достаточно высоко к брови. Вау, посмотрите, какая пигментация. Этим теням я реально говорю на лет 10 не меньше. Я поставила точку интенсивности рядом с внутренним уголком, то есть чуть выше него. И поставила точку интенсивности у внешнего уголка. И теперь от этих точек я буду вытушевывать форму. У нас форма идет к виску и тушу ее. Увожу во внутренний уголок и с внешнего уголка буду уводить тушевку вниз. Но валик я наш не трогаю. На валик мы будем наносить светлый оттенок, тем самым мы сделаем более округлые и кукольные глаза. Возьму светлый оттенок от Джеффри Стара и чуть-чуть почищу сверху форму. Вау, они сюда просто идеально вписываются. Как раз такие холодные. И снизу тоже почищу. Пока что что-то получилось нарисовать какой-то фингал. Я сейчас сделаю такую же заготовку на этом глазу и к вам вернусь. Ну что-то такое у нас с вами получилось. Пока что это выглядит очень страшно. Выглядит как два фингала каких-то. Давайте добавим что ли еще глубины нашим глазам, точки интенсивности. Для этого я возьму палетку от Carly Bible. Возьму вот этот вот темно-коричневый холодный оттенок и буду его наносить. И буду наносить его сначала во внутренний уголочек. Я, знаете, даже чуть-чуть немного выведу на нос оттенок, чтобы скорректировать форму носа и сделать ее более вытянутой. И усилию немножечко на нижнем веке. Там, где мы впускаем тушевочку. Кстати, на нижнем веке мы еще тушевку вот так вот пониже впускаем, как будто типа мы плачем и у нас потекли наши тени. Теперь подтушу это все, вот это пятно, чтобы оно не было таким четким. Тушу и чистой кистью. И у нас вот получилась вот такая заготовочка. Блин, похоже на тупак какой-то пока что, а не на ренессанс, как я хотела. Надеюсь, дальше будет лучше. Далее из палетки Анастасии я возьму вот этот оттенок Libre. Это у нас сатиновый какой-то оттеночек. Он тоже такого холодного коричневого цвета. И наносить его буду где-то ближе к уголку. Наносить оттенок буду плоской синтетической кистью. Из этого оттенка у нас будет идти переход в золотой такой. Теперь я хочу добавить золото. Буду добавлять вот этот золотой оттенок из палетки от Худы. Называется Gold Glitch. Наберу, наверное, его просто пальчиком. Вау, классно. И наношу его на все подвижное веко. Так мне уже нравится больше. Сейчас я возьму белый карандаш. Карандаш у меня от Essence. И буду наносить карандаш на наше нижнее веко. Помните, я говорила, что валик мы не трогаем. Вот мы сейчас его будем еще и высветлять наш валик. Карандаш мы нанесли. И теперь я беру вот этот светлый белый оттенок из палетки Too Faced, чтобы его закрепить и подтушевать. Также белый карандаш я буду наносить в слизистую нижнюю. И получился у нас слегка такой эффект кукольные глаза. Я надеюсь, что он получился. Потому что если он не получился, я очень буду расстроена. Теперь я возьму вот этот золотишко из палетки Ату Фейс Чоколай Бар. И буду наносить его во внутренние уголки. Возьму вот такую маленькую кисточку, наберу на нее и начинаю наносить. Теперь я возьму вот такую маленькую кисточку для подводки и возьму вот серебряный оттеночек. И этим оттенком я буду проходиться по неж реснички. И также этим оттенком я буду делать себе стрелку. Стрелку мы делаем небольшую и не такую явную и характерную. То есть такой намек на стрелочку у нас с вами должен быть, чтобы визуально подтянуть немного наш глаз. Стрелки сделали. Теперь я беру белую базу от пилы. Снимаю немного ее на руку. Беру чистую щетку из-под туши. Набираю на нее в нашу белую базу. И начинаю прокрашивать ресницы. Так вообще шикарно рисую. Лучше любой туши. Но тут есть один минус. Она как бы не высыхает. Нижние ресницы тоже прокрашиваю. И брови я тоже буду тонировать в белый. Так, тут эта щетка мне не подходит. Беру уже другую щетку. Щетку для бровей. Такого вот пушистика. И наношу на брови. Вау. Мне нравится. Прикольно. Я взяла спонжик и потушевываю границы. Там где попала база. Чтобы они более, знаете, поестественнее смотрелись. Какая-ка черта естественность. Посмотрите. На меня здесь нету естественности. Естественность. Можно погулять. Эта база немного на пудрой подзалипла. Наверное, лучше было делать до пудры. Ну ладно. Ну брови так себе получилось замаскировать. Я думаю, здесь бы хорошенько подошла бы именно белая тушь. У меня такой нету. Но я ее уже себе заказала. Так что обязательно потестируем. Теперь я нашу базу запудру. Наши глаза, наши брови и ресницы. Че-то все отпечаталось. Блин. Ну и интересная фактурка получилась. Ладно подтушу палочкой. Как будто так и надо. Теперь я добавлю еще румянца с помощью уже сухих румян. На щечки, на носичек. Теперь я буду клеить вот такие блестки от NYX. Клеить я их буду на клей для глиттер от NYX. Набираю клей на руку чуть-чуть. Набираю на пальчик. И там где у нас будут блестки, прохожу с прихлопывающими движениями. Клеи нанесли, теперь можно блестки. Мне кажется, я борщанулась блестками, но у нас это они такие красивые. Мне кажется, все креативные макияжи в жизни выглядят ужасно. А вот на фотографии с фотошопиком они выглядят просто вау. Вот и мне кажется, что на самом деле в жизни был вообще не вау. В общем, такие глаза у нас получились. Нам осталось добавить хайлайтеру и сделать губки. Губки это, мне кажется, одно из интересных этапов в этом макияже. Они такие красивенькие в виде сердечка. Мне там очень нравится. Я жила красный карандаш от Essence и буду рисовать себе сердечко в губах. Классный карандаш от Essence сломался. Который на самом деле не классный, а дурацкий карандаш. Зачем бы я его купила? Нет, нет, я не могу. Это ужасный карандаш, ему ничего не получается нарисовать. Я возьму другой материал. Свой выбор я остановила на помаде от Too Faced. То, что у меня сейчас на губах, это я пыталась карандаш стереть. Ну и ничего, не получилось. Надеюсь, помада эту Фейсу получится. В общем, рисуем сердечко. Блин, что-то я сделала вот так, короче, и смазала свое сердечко. Ладно, попробуем это теперь растушевать. По контуру нам надо. Возьму для тушевки вот такую кисточку. Потную. Там, где я буршанула, я сейчас возьму консильт, а немного почищу. Это конкретно в уголках. Возьму кисточкой и кисточкой буду подтушевывать. Вау, консильт у нас все классно получается. Губы офигенные получаются. Сейчас я еще возьму тинт вот такой. И добавлю больше интенсивности цвету. Вот там, где у нас самые такие насыщенные, яркие цвета. Теперь хайлайтер. Хайлайтер у нее типа а-ля какой-то такой прозрачненький. Возьму вот такой вот от Твое. Мой любимый хайлайтер. Хайлайтер, милый мой хайлайтер. Взя, кисть. Возьму плоскую синтетическую кисть. Так, я наношу хайлайтер на спинку носа. И давайте нанесем какой-нибудь золотой хайлайтер на галочку. Вот такой хайлайтер я возьму от Твое. И буду его наносить в пушистую кисть, наверное. И прям на галочку. Что-то оно как-то не то, не то пальто. Надо другое что-то наносить. Возьму вот этот золото из палетки от Туфейса. И буду наносить его, потому что мне очень понравилось, как смотрится хайлайтер от Твое. Вот, вот это мне уже нравится. Давай, да-да-да-да. Просто добавлю чуть-чуть блеска, зафиксирую все. Ну что, ребята, вот такой макияж у нас получился. Напишите в комментариях, похоже или нет. Мне очень понравилось. Но да, на поседневную жизнь это не подходит. Я очень рада, что вы досмотрели до конца. Я с вами не прощаюсь. Увидимся в следующем видео. Всем пока! Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok